здравствуйте рада всех приветствовать сегодняшняя тема у нас векторно-стоковая графика это рисование с помощью линий и простых цветовых пятен посмотрите что я подготовила сегодня мы порисуем осень и реку с такими полями укажем поля реку и время года у нас осень первое что карандашиком давайте разделим наш листочек не то чтобы пополам а чуть выше середины вот у нас пополам если пополам то чуть ниже получается а нам нужно взять чуть чуть выше и провести линию просто проводим линию прямую как бы делим наш лист пополам рисовать кстати мы сегодня будем пастелью мы на протяжении многих уже занятий рисуем сухой сегодня попробуем порисовать масляной пастелью разделили все здесь очень просто теперь следующая линия это линия реки смотрите да какой изгиб у реки с одной стороны и с другой стороны это абсолютно волнистые неровные линии давайте наверно вот от середины он приблизительно на так вот середина где-то здесь пополам если то от этой серединке мы проведем одну линию такую ломаную и в уголок провели вот эту до линию теперь чуть чуть дальше отходим и где-то здесь мы рисуем другую линию ломаную посмотрите она такая широкая открытая вот какие у вас получится линии тоже будет абсолютно нормально не пытайтесь повторить прям как на рисунке рисуйте свои ломаные линии теперь дальше с этой стороны мы нарисуем гора маленькая и гора большая потом проведем еще одну линию так вот таким образом и вот так еще одну линию с этой стороны мы тоже нарисуем такой бугорок а сверху вот обозначение как будто бы лес у нас мы нарисуем просто такие маленькие зигзаги коротенькие высокие широкие узенькие и вниз вот закончили такое представление как будто бы лес с этой стороны и с этой стороны у нас поля наши земля делятся на участке мы просто будем вот такие линии рисовать 1 и 2 с этой стороны можно раз линию нарисовать 2 и 3 все и облака центральное облако у нас такое большое тоже посмотрите какие я линии рисую с другой стороны облака и с другой стороны по краям по середине все выполнили ну и осталось у нас речка да она тоже делится на такие полосочки векторно-стоковая графика она вот именно с помощью линий каких-то простых пятен и внутри мы сначала нарисовали как бы прямые линии от берега к берегу а потом мы рисуем вот такие ломаные они чуть-чуть должны быть с изгибом не рисуйте как змею или вот такую вот как зигзаг здесь не надо делать здесь более мягкие плавные линии рисуем поп и сюда сюда так так и вот так в общем вот таким образом сейчас здесь ничего не понятно нам нужно определиться с линиям линии берега посмотрите вот у меня коричневый он масляный у вас тоже значит что вы делаете вы сначала обозначаете коричневым берег 1 и коричневым берег 2 чуть-чуть мы пытаемся заполнить это буквально чуть-чуть не пытайтесь а все заполнить потому что масляная пастель ложится с пустотами это не сухая пастель вот сухая пастель она полностью как бы закрашивает все а масляная как бы вы не пытались закрасить она все равно остает оставляет за собой такие некие пробелы теперь обозначили теперь берем мы зеленый для такой вот беру парижская зелень вот такой прям настоящий сочный и начинаю также от коричневого заходя на коричневый рисовать зеленым вот до этой линии на коричневый заходе прям не боимся заходим на него дальше закрашиваем все зелененьким и перемешиваем с коричневым цветом с другой стороны тоже самое можно сделать заходите на коричневый цвет как бы зеленый и коричневый у вас сами автоматически начнут перемешиваться можно прям по верху так покрасить а потом зелененьким быстренько пробежаться можно также до конца этой линии вот теперь берем мы с вами оранжевый у меня вот такой красивый оранжевый цвет у себя тоже можете найти такой же и начинайте немножко заходить можно тоже на зеленый и закрашиваем вот эту часть закрашиваем не до конца здесь красим и чуть-чуть на зеленый заходим таким образом теперь берем желтый цвет смотрите вот у меня есть желтенький цвет я тут хочу немножко желтым закрасить на оранжевом и пойти дальше здесь тоже самое желтым чуть-чуть заходим на оранжевый и закрашиваем дальше теперь возьмем зелененький нет мы возьмем с вами на на вот такой оранжевый цвет насыщенный и будем красить дальше чуть-чуть заходя на наш желтый вот таким образом какой мы дальше возьмем можно взять еще раз пройтись желтым смягчить так сказать этот оранжевый я не повторяю прям как здесь я сейчас делаю можем сказать другую до цветовую картинку вот и немножко зеленым пробежаться в край где-то здесь можно указать зелененьким вот здесь можно пробежаться вот эти наши линии и тут в край вот как вот так теперь мы сделаем с вами облака облака я прям возьму вот такой цвет у меня как будто нежно-розовый закрашиваете облака здесь еще внизу немножко серого добавлено ну вот сейчас на этой картине я покажу вариант как мы добавляем серый цвет и с другой стороны вода немножко серого цвета очень светленький такой вот серенький и чуть-чуть можно вот сюда на облака наши добавить мы его добавляем а потом чтобы не было такого контраста еще раз вот прям можно как бы размывать круговыми движениями этот серый на облаках а здесь я не буду делать дальше мы берем просто голубой цвет очень голубой красивый да и например начинаем обводить наши облака с одной стороны с другой стороны и если даже у вас перемешиваются они немножко эти цвета ничего страшного нет вот так вот вот таким образом и с другой стороны мы подкрашиваем все наверху можно посильнее сделать и вот таким образом мы все подкрашиваю здесь я не пытаюсь полностью все закрасить оставляю вот небо вот таким как есть чуть-чуть можно у края облаков посильнее подкрасить как бы выделить что облака у нас плывут по небу вот так оставляем теперь значит мы берем голубой цвет у нас еще есть вот эти части кстати с ними вы можете сами поэкспериментировать закрашиваем голубым цветом вот эту часть потом берем вот такой синий и немножечко добавляем перемешиваем а а потом темно-синим цветом пытаемся указать наши линии которые мы рисовали теперь мы обведем каждую линию синим цветом то что мы рисовали все просто в край мы тоже обведем там где коричневая линия и начнем немножко закрашивать синим с одной стороны и с другой стороны вот такое вот красивое творение голубой цвет берем и как бы сверху перекрываем знаете размываем посмотрите вот если я прям голубым прохожусь у меня получается цвета как бы размывается вот так где-то посередине можно немножко голубеньким здесь голубеньким пробежаться не все линии вот смотрите где я делаю пытайтесь повторять можно взять такой болотно-зеленый цвет и чуть-чуть чуть-чуть буквально пройтись зеленым цветом все теперь опять берем синенький темненький и начинаем красить закрасили тут закрасили здесь вот таким образом а теперь я беру можно вот такой цвет взять и чуть-чуть пройтись им сверху как бы смягчить эти перепады заметьте он как бы размывает нам нашу пастель нету таких резких переходов и получается они перемешиваются эти цвета закрываем заполняем наши пустоты белые вот прошлись молодцы и немножко пройдем синим да прям синий синий возьмем цвет и пройдем наши линии еще есть у меня потемнее вот так и прям обозначил кстати вот эти вот части вы можете сделать самостоятельно разукрасить их своей пастелью сами попробуйте вот здесь мы с вами уже вместе выполнили потренировались а вот эти части вы закончите самостоятельно поимпровизируйте пожалуйста ну что всего хорошего до скорых встреч и желаю вам удачи и ничего не бойтесь а рисуйте с удовольствием до свидания